Здравствуйте! В эфире передача Анатомия болезни. Ежегодно более 1 миллиона человек совершают суицид. Попытки лишить себя жизни происходят в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства. Этим людям нужна психологическая поддержка. Но какую первую помощь мы можем оказать человеку в подобной ситуации, мы сейчас в передаче обсудим с заместителем начальника медицинского управления Государственного таможенного комитета с врачом-токсикологом Доцентом Исмайлом Эфендиевым. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте! Доктор, вы член Европейской ассоциации клинических токсикологов. У вас огромный стаж как токсиколог. Вы очень многое видели. Как часто вам приходилось сталкиваться с суицидами при помощи химических веществ? К сожалению, если мы возьмем структуру острых отравлений в Азербайджане, то более 50% всех случаев будут попытки суицида. Поэтому достаточно часто. А кто чаще пытается покончить жизнь самоубийством? Мужчина или женщина? Здесь надо разделить понятие суицид на две части. Это истинный суицид или парасуицид. Что такое парасуицид? Это, будем говорить, демонстративная попытка совершения суицида, но не с той целью, чтобы умереть, а с той целью, чтобы привлечь к себе внимание, попытаться этим поступком решить какие-то свои проблемы или же какой-то другой целью. Но изначально ты не преследуешь этим самым на самом деле уйти из жизни. Есть понятие завершенной суициды. То есть человек принимает такое химическое вещество или производит суицид каким-то другим способом, где умереть шанс очень большой. И здесь, если мы будем говорить о парасуициде, то здесь, конечно, большинство будут составлять женщины. Но если мы будем говорить о тех случаях, которые действительно приводят к смерти пациента, здесь могут составлять большинство мужчин. А если говорить о возрасте, вот пубертат это такой возраст, когда мы меняемся не только физически, но и эмоционально. Вот возрастные группы какие? Или может быть семейные люди больше входят в группу риска или как? Да, я изучал в свое время этот вопрос. Хотя говорят, что, допустим, для детей суициды очень не характерны. Это так, действительно. Но и в нашей практике случались такие ситуации, когда дети в возрасте 8-9 лет, то есть еще не достигшие пубертатного периода, тоже пытались покоить жизнь самоубийством. Да, потом идет гормональное изменение в организме. Естественно, здесь, так сказать, суицидальное поведение, оно возрастает. Но если брать по возрастной группе, большинство этих пациентов будут составлять группу 20-29 лет. То есть здесь могут составлять больше процентов молодые женщины, часть которых создали семью, в которых начинаются какие-то проблемы в семье, или же проблемы с родителями мужа, или же проблемы с самим супругом, где, когда они таким образом пытаются решить свои семейные проблемы. Бывает так, что приводятся какие-то причины, что здесь проблемы с воспитанием детей или же так далее. Но это, конечно, все индивидуально. Что касается более старших возрастных групп, если мы будем говорить 40 лет, 45, 50 лет, здесь большинство проблем больше связано с проблемами финансового характера. Здесь могут быть, были такие случаи, когда человек берет долг, кредит в банке не может вернуть, или проходит бизнес какой-то, разоряется, здесь более. И если мы будем брать более старшую возрастную группу, допустим, люди пенсионного возраста, здесь на предмет выходят проблемы со здоровьем, у кого-то качество жизни ухудшается, кто-то остается один к старости, у кого-то какие-то неизлечимые болезни и так далее, что также приводит к попыткам суицида. Я уверена, что вы и ваша команда спасли немало людей после попытки суицида. Вот что интересно, о чем они говорят? Вот первые их слова, жалеют они, не жалеют они, что они говорят? Без сомнения, когда, так сказать, если, допустим, даже человек был в коме, это было тяжелое отравление, то после того, как он выходит из этого состояния, конечно, у большинства из них есть желание жить. Нет реального желания умереть, нет реального. Очень многие сожалеют об этом. Это один из тех показаний, когда мы можем говорить о психическом здоровье человека, потому что в том случае, когда человек после неудачной попытки суицида продолжает высказывать суицидальные мысли, или же даже находясь в больнице, и были такие случаи, пытается каким-то другим способом совершить суицид, то здесь, конечно, этому человеку срочная необходима психиатрическая помощь. И такого человека нельзя оставлять без внимания. Здесь надо предупреждать об этом и родственников, и близких, что этот человек в любой момент может эту попытку повторить. Во всех остальных случаях, да, бывает нужна психологическая помощь, помощь психотерапевта, когда здесь вопросы решаются, ну, урегулирование семейных конфликтов, урегулирование конфликтов на работе. Если мы говорим, допустим, о подростках, очень часто это появляет конфликт в школьном коллективе, нет возможности найти себя в компании, предположим, своих сверстников, или же такие же ситуации, когда, ну, будем говорить, подростки, дети, первая любовь и так далее, это тоже одна из причин, когда дети и подростки совершают попытку суицид. Но надо напомнить, что работу можно поменять, можно поменять школу, можно развестись, но вернуться с того света нельзя. Совершенно верно. Что в основном пьют, чем вот наглотаться может ваш пациент для того, чтобы совершить попытку суицида? Если мы в свое время изучали этот вопрос, и однажды я, будучи в Америке, на конгрессе токсикологов Северной Америки, это большое мероприятие, и как раз мой доклад был посвящен суицидальным отравлением в Азербайджане, но ко мне подошел один из участников, ведущий профессор в США, и сказал, предположим, то, чем травится в большинстве случаев в Азербайджане, что приводит к смерти, допустим, в Соединенных Штатах Америки нет ни одного случая подобных отравлений. И если, допустим, взять, как, допустим, пытаются свести счеты жизни жителей Соединенных Штатов, то здесь прежде всего это огнестрельное оружие, потому что огнестрельное оружие разрешено, многие люди хранят его дома, то есть легко взять и, как говорится, совершить завершенный суицид, потому что понятно, что суицид с использованием огнестрельного оружия в большинстве случаев заканчивается печально. 99,9, да? Европейские страны тоже от страны к стране идут большие-большие разницы, хотя вроде бы культура одна, религия одна и так далее. И, допустим, если мы возьмем Балтийские страны, допустим, возьмем Литву и возьмем Великобританию, то мы здесь увидим совершенно противоположные картины. То есть для стран Балтии очень характерен способ совершения самоубийства путем повешения, самоповешения. А если говорить про Великобританию, то исторически в их обществе те люди, которые вешаются, это преступники. То есть у них способ совершения казни преступников был путем повешения. Поэтому в обществе считается очень постыдным совершить такую поступку. Поэтому здесь прибегают к каким-то другим способам. Что касается Азербайджана, то да, если мы будем говорить о химических веществах, это не только Азербайджан, но и некоторых бывших стран Советского Союза, наибольшее число завершенных суицидов, то есть тех отравлений, которые приводят к смерти, является употребление концентрированной уксусной кислоты, которую мы называем уксусной эссенцией. Это 70% органическая кислота, которая приводит к тяжелым ожогам, кровотечению, разрушению крови, гемолизу и смерти. Надо помнить, что летальная доза уксусной кислоты составляет около 50 мл. Это очень мало. Это очень мало, это буквально несколько глотков. И учитывая, что у нас в Азербайджане этот химикат продается практически в любом бакалейном магазине и за очень дешевую цену, то здесь, к сожалению, из года в год лидирующую позицию по причинам смертности в больнице от отравлений занимает уксусная кислота. Если мы возьмем другие страны, предположим, сравнить две страны, Грузию и Азербайджан, практически в Грузии отравлений уксусной эссенцией не будет. Или взять две ближайшие страны, до недавних пор братские народы Украины и Россия. В России будет такая же ситуация, как в Азербайджане, уксусная кислота на первом месте. В Украине уксусная кислота не играет никакую роль. Причина очень простая. Там просто запрещена продажа концентрированной уксусной кислоты. Это не значит, что люди не совершают суицид, они выбирают какой-то другой способ, который также смертелен. Но конкретно касаясь химических отравлений, да, уксусная кислота – это очень большая проблема для Азербайджана. Здесь есть много факторов, и в том числе, к сожалению, неправильная помощь на догоспитальном этапе. Вот как раз я об этом хотела вам следующий вопрос задать. Вот говорят, что есть некоторые химические вещества. Вот мы же привыкли, что если мы отравились, это надо убрать из желудка каким-либо способом. В основном мы пытаемся всё это вырвать. И поэтому, когда кто-то пьёт что-то не то, мы пытаемся засунуть пальцы в горло, чтобы заставить этого человека вырвать. Это правильно? В случае со всеми прижигающими веществами, будь то хлорная жидкость, щёлочи или кислоты, это делать категорически запрещено. Почему? Один раз вы пьёте эту кислоту, она проходит через глотку, гортань, пищевод, желудок. Плюс вы пытаетесь её вырвать, то есть вызываете у себя рвоту. Мало того, что она повторно проходит по всем этим путям, усугубляя ожог, повышая вероятность кровотечения. Проблема в том, что её часть при этом попадает в лёгкие, происходит аспирация, и у человека развивается тяжелейшая тактическая пневмония, которая также может потом привести к смерти. То же самое касается другого очень вредного и ошибочного действия, которое я в своей практике встречался очень часто. Это такое рассуждение, что у нас организм химическая пробирка, и как мы в школе нейтрализовали кислоту с щёлочью, давайте же при отравлении кислотой дадим человеку щёлочь, и этим самым нейтрализуем кислоту. Какая щёлочь у нас у всех? Щелочной соль – это натрий-бикарбонат или пищевая сода. Развели соду, дали выпить. У кого бывает изжога, то есть повышенная кислотность, выпив на кончике чайной ложки соды с водой, вы почувствуете, как у вас эта кислотность прошла. Но одновременно вы почувствуете, как ваш желудок раздувается. Почему? Потому что происходит химическая реакция, выделяется углекислый газ, а это всего лишь 1% соляная кислота связалась с этой самой содой. А вот представьте себе, что у вас в желудке 70% уксусная кислота, вы сверху льёте этот содовый раствор. И, к сожалению, я видел такие случаи. Это газообразование идёт настолько бурно, что у человека может просто разорвать желудок. Это может привести к тяжелейшим кровотечениям и так далее. Поэтому делать это категорически нельзя. А что можно? Можно дать вещества, которые нейтрализуют кислоту, но не приводят к выделению газа. Есть такие вещества, которые называются антоциды. Самые из них, я назову несколько препаратов, это альмагель, молокс, фосфолюгель и так далее, которые бывают в аптечках домашних и опять-таки используются при изжоге. Вот эти препараты дать можно. Но опять-таки ни в коем случае нельзя поить человека водой, нельзя тем более давать содовую воду и нельзя вызывать у человека рвоту. Это очень опасно с точки зрения дальнейшего продукта. Нужно сразу звонить в скорую, да? Без сомнений. Звонить в скорую и быстро ехать в больницу, потому что чем быстрее вам профессионально, толстым зондом промоют желудок, сделают обезболивание, проведут введение специальных средств, потому что в чём проблема уксусной кислоты, в отличие от всех других щелочей или кислот, потому что она не только прижигающим действием, она не только вызывает кровотечение, поскольку это органическая кислота, она всасывается в кровь, приводит к гемолизу, то есть разрушению эритроцитов, и очень спустя короткий промежуток времени эта разрушенная кровь забивает наши почечные канальцы, и у человека начинается острая почечная, а потом и печёночная недостаточность. И люди в большинстве своём умирают не столько от кровотечения, сколько от того, что у них идёт отказ этих важнейших органов. И здесь время играет критическую роль. Чем быстрее довезут человека до больницы, окажут ему помощь. В своей практике у нас были, что мы спасали людей, которые выпили и 200, и 300, и 400 мл фокусной эссенции, хотя смертельная доза 30-50. Вопрос времени здесь критический. То есть за ближайшие полчаса нужно довезти? До двух часов желательно, обязательно быть больницей. Есть у вас Баолокс дома или нет? Не теряйте время, в первую очередь это больница. А если говорить о таблетках? Вот есть очень такой известный способ суицида, когда люди пьют таблетки какие-либо, их пьют очень много и пытаются так закончить жизнь самоубийством. В этом случае можно заставить человека как-то всё это вернуть, вырвать? Здесь очень важно сказать, есть разные таблетки, которые действуют по-разному, и здесь надо опять-таки проводить дифференциацию. В случае, если у человека изменено сознание, он находится в сапорозном или коматозном состоянии, пытаться его заставить выпить воды и вырвать, может быть опасно по тем же самым причинам, поскольку это рвотные массы, попадут в дыхательные пути, человек аспирирует и просто умрёт, задохнётся. Но если человек находится в сознании, я вам более того скажу, более действенный способ, у вас наверняка у всех дома есть таблетки активированного угля, чтобы повысить эффективность этого так называемого ресторанного, называется, способ промывания желудка, желательно 10 таблеток активированного угля растолочь, добавить воду кипяченую, холодную, ни в коем случае нельзя горячую здесь воду давать, потому что всасывание токсинов увеличивается, и после этого выпить воду с углём и вызвать, вырвать рвоту. Но опять-таки, если человек находится в сознании. Я не буду говорить, какие комбинации таблеток наиболее опасны с точки зрения, потому что это неправильно с точки зрения врачебной, но, к сожалению, да, есть группы препаратов, которые действительно, выпив которых даже в достаточно небольшой дозе, то есть речь идёт не о сотнях таблетках, а о десятках таблеток, может создаться реальная угроза для жизни человека. Поэтому, особенно это касается моё обращение к родителям, к детям, у которых дома есть маленькие дети. К сожалению, десятки, сотни раз семьи теряли своих детей по причине простой невнимательности, когда таблетки, таблетки от давления, таблетки от сердечных заболеваний, гипотензивные, то есть снотворные таблетки и так далее, находились или на тумбочке, или в сумке, или в шкафу, где дети могли их взять и выпить. И здесь уже речь не идёт не о суициде, здесь речь о том, что для детей смертельная доза очень маленькая. Если мы говорим о суицидах, то, конечно, большинство препаратов, которые используют люди для совершения суицида, это та или иная группа снотворных препаратов, препаратов для лечения различных неврологических или психологических заболеваний. Очень часто эти препараты назначаются со стороны врача этим пациентам. Опять-таки, родственники не контролируют, какие таблетки человек пьёт, в каком количестве. И здесь бывает, что те таблетки, которые прописал для лечения врач, они вызывают у человека вплоть до, к сожалению, летального исхода. Другая ситуация, это, конечно, второе, если будем говорить, место, это проблеты различные, жаропонижающие, боли утоляющие. Они тоже могут. В Европе наибольшая причина, будем говорить, тяжёлых отравлений, поскольку там лекарства продаются достаточно жёстко, намного жёстче, чем в нашей стране, то есть без рецепта ты не можешь купить, элементарно даже антибиотики. То есть оверкаунтер, то есть те таблетки, которые продаются на кассе, это чаще всего жаропонижающие таблетки, и самый популярный, так сказать, это тайленол или парацетамол, который используется и как болеутоляющий, и как жаропонижающий. Ну, надо понимать, что тайленол или парацетамол, он достаточно, ацетаминофен, он достаточно токсичный препарат и вызывает поражение печени. И здесь можно человека спасти от смерти с точки зрения таблеток, а у него через несколько недель может развиться тяжёлая печёночная недостаточность, поэтому здесь тоже с этим шутить ни в коем случае нельзя. И здесь помощь, опять-таки, должна быть оказана максимально быстро. Наверняка задали, если вопрос о промывании желудка, следующий вопрос, который обычно мне задают, это по поводу очистительной клизмы, насколько надо делать клизму. Вот здесь я вас разочарую. К сожалению, медикаменты все всасываются в верхних отделах пищеварительного тракта, желудок, двенадцатерство пешка, потом идёт тонкий кишечник, а промывая кишечник, максимум вы какие-то там нижние отделы можете промыть. Там нет никаких таблеток, там нет никаких токсинов, и с этой точки зрения терять на это время и говорить, а почему вы не сделали клизму или давайте сделаем клизму, на это время терять не стоит. Я читала отчёт по Латинской Америке, там в основном ещё травятся, ну не в основном, но есть какой-то процент, пестицидами. Случайно или нет, вдруг человек выпил, съел что-то из категории пестицидов. Что можно в этом случае сделать? Насколько это страшно? Вы совершенно очень хорошо упомянули, что не только для стран Южной Америки, но и наибольшие, если мы возьмём причины суицидов по странам Юго-Восточной Азии, это в первую очередь Китай, это Индия, это Пакистан и соседними с нами Иран, то там отравление пестицидами является один из основных причин смерти от острых отравлений. И здесь надо понимать, что основная группа пестицидов, которые наибольшую опасность представляют, это фосфороорганические соединения, они некоторые есть у нас дома, это дихлофон, скорбофон, то есть та бытовая химия, которую мы применяем, предположим, для того, чтобы травить насекомых, тараканов и так далее. Но те сельскохозяйственные пестициды, которые применяются, они более токсичны, они вызывают блокаду фермента ацетальдегидрогеназа, в связи с этим развивается тяжелый симптомокомплекс, который может привести к смерти человека. Здесь надо понимать, что здесь, конечно, промывание желудка играет важную роль, но в том числе пестицидам есть специфические антидоты, которые позволяют нейтрализовать действие данного пестицида. И здесь, опять-таки, почему необходимо обратиться к врачу? Потому что если мы даже говорим об элементарном атропине, который надо обязательно вводить как можно раньше при отравлении пестицидами, чтобы спасти человека, не у всех у нас он есть в аптечке. Поэтому здесь надо критически, опять, максимум, попытаться человека, в первую очередь, как я сказал, с активированным углем промыть желудок, и потом уже врач должен здесь назначать антидоты. Антидотная терапия – это один из ключевых кроегольных камней успешного лечения всех видов отравлений, и в том числе суицидальных. В общем, как я поняла, единственное, что мы можем сделать, если у нас в доме дети маленькие, и люди с неврологическим статусом, допустим, какой-то депрессией. Пожилые, люди, в которых развивается старческая деменция, болезнь Альцгеймера и так далее, они все являются в группе риска. В общем, мы просто убираем, что мы можем сделать, чтобы заняться профилактикой. Убираем таблетки подальше, убираем вот эти вот дихлопозы и так далее, и бытовую химию подальше, повыше, чтобы ребёнок не достал, чтобы пожилой человек не достал. Это же чуть-чуть, но поможет. Конечно, но опять-таки, если вы видите, что у вас человек дома есть проблемы, депрессия, проблемы другие, которые могут потенциально привести человека к попытке суицида, надо в первую очередь постараться установить контакт, потому что лучше психолог, лучше человек нуждается в понимании. Как я сказал, что большинство, 90% всех суицидов, это пара суицидов, то есть это суициды с целью привлечения внимания, с целью решения каких-то своих домашних проблем. И здесь, возможно, не надо доводить человека до того, чтобы он совершил этот суицид. Надо попытаться поговорить, надо попытаться найти контакт, надо попытаться решить эту проблему, не доводя человека до попытки суицида. Потому что, к сожалению, очень много бывает ситуаций, когда реально человек не хочет умереть, просто пытается, так сказать, совершить этот поступок с целью привлечения внимания, а по тем или иным причинам, или неудачно таблетки выбрал, или неудачную дозу выбрал, и человек действительно уходит из жизни. И, допустим, семья остаётся без родителей, или же родители теряют своих детей и подростков, и, конечно, после этого жизнь семьи разрушается. Вот мы до этого говорили о пара суициде, как вы сказали, и истинном суициде. Но есть же моменты, когда люди что-то пьют и думают, там, вылечу ангину, не знаю, там, я не знаю, ещё что-то. У вас были такие случаи, чтобы человек пытался сделать хорошо, но получилось как-то не очень? Да, вылечить ангину, это вы хорошо сказали. Бывает так, что, ну, лечат ангину какими-то варварскими способами, например, пытаясь выпить керосин, да, который также приводит к острым отравлению. И здесь тоже очень много у детей. Кстати, ангиной лечится, но не керосином. Ангина лечится, но не керосином. Или же, допустим, есть другой, будем говорить, способ сведения жизни. К счастью, в Азербайджане он не популярен, но достаточно популярен в Америке, в странах Европы. Это путём вдыхания тактичных газов. То есть это машина, которая в каком-то закрытом постранстве, в гараже и так далее, включается мотор, и достаточно быстро человек теряет сознание. Мы будем надеяться, что суицид никогда не станет способом суицидом популярным в Азербайджане. В Азербайджане стало случайно. Но это тоже, к сожалению, бывают случаи случайно. Здесь мы уже к тому идём, что мы должны в первую очередь уберечь себя и путём соблюдения определённых профилактических мероприятий. То есть если у вас гараж есть, это должны быть соответствующие вентиляционные отверстия, это должна быть соответствующая вытяжка в квартире и так далее. А что если мы увидели, что человек отравился специально или нет угарным газом, бытовым газом, что тогда? Понятно, что в первую очередь надо прекратить источник поступления токсина. То есть если человек открыл газ, надо перекрыть газовую плиту, открыть окна, позвонить в газовую службу. Если человек закрылся в машине, включил мотор, это выключить опять мотор, открыть окна, вынести пострадавшего на свежий воздух. Потому что здесь первый патогенетически обоснованный способ лечения – это кислород, и поэтому очень важно обеспечить проходимость дыхательных путей. То есть нельзя класть человека на спину, потому что человек может дышать, постепенно приходить в себя, опять-таки рвотный рефлекс, вырвал, задохнулся, умеет. К сожалению, в таких случаях можно обязательно положить намок. Если у человека, допустим, уже было непроизвольно, у него рвота, постараться очистить дыхательные пути, открыть рот, вытащить язык, потому что такие элементарные вещи позволят спасти жизнь человека. Здесь больше как первую помощь. Оказать что-то достаточно сложно, потому что, ну понятно, что у вас нет под рукой ни баллона кислорода, и систему самому поставить достаточно сложно. Здесь максимум, что вы сможете сделать – это дождаться, не сделать плохо, пока не приедет скорая. А вот я, как говорю, такие элементарные вещи, как кислород, как свежий воздух, точнее, как восстановление дыхательных путей, проводимость дыхательных путей может спасти человека критически. Я понимаю, что этот вопрос скорее не к вам, но всё же, раз уж мы затронули эту тему, что делать, если человек вскрыл в себе вены, но не умер? Что мы можем искать? Да, есть другие способы совершения суицида. Всё не замыкается, конечно, на, предположим, именно, хотя это популярный способ, бывают и экзотические способы. Те же, чем ответить на ваш вопрос, мне вспомнился один такой, можно сказать, казуистический случай, когда человек взял змеиный яд, развёл его с водой и ввёл себе в вену с целью самоубийства. Или же, да, к сожалению, или же другой способ, был больной, который купил в аптеке 12 ртутных градусников, собрал в шприц ртуть и тоже сделал эту металлическую ртуть из 12-ти градусников себе в вену. Но мы его спасли, он больше. Но, да, всё не ограничено, конечно, химическими веществами, совершенно верно, есть другие способы. Это, как мы говорили, повешение, это и прыжок с высоты, и, конечно, достаточно характерный способ, который применяется, особенно люди, которые психически, будем говорить, лябильные, пытаться перерезать себе вену. К счастью, в большинстве, ну, бывают такие случаи, что и в моей практике, что человек пьёт таблетки и потом пытается резать вену. Ну, к счастью, в большинстве случаев бывают достаточно поверхностные раны, и если это предплечье, если это не дошло до кости, обычно кровотечение бывает не сильное, и здесь, обработав эту рану асептическим раствором, наложив тугую давящую повязку, но, конечно, не так, чтобы у человека потом возникла ишемия от вашей повязки, это достаточно бывает для того, чтобы человек, в частности, иногда даже нет необходимости здесь привозить в больницу, но психологической помощью, да, к врачу обращаться надо, но если эти порезы глубокие, если задеты вены, а тем более крупные артерии, и когда кровь достаточно, будем говорить, кровотечение очень сильное, представляющее угрозу жизни, здесь необходимо не только обработать рану местно, здесь, возможно, переодеть, надо будет даже наложить жгут, но выше, конечно, выше места пореза, и опять-таки немедленно больного везти в машину, потому что максимум время наложения жгута, это максимум 2 часа, здесь желательно также надписать время, когда вы наложили этот жгут, потому что врач в приемном покое должен знать, какое время уже конечность не поступает кровь, да, больше этого на ваших условиях делать нельзя, потому что здесь нужны хирурги, здесь иногда даже нужен сосудистый хирург, который восстановит вены артерии, и после этого уже проведет хирургическую обработку рану. От себя добавлю, что, прочитав очень много воспоминаний людей, которые были жертвами суицида, прочла такую вещь, когда человек прыгает с 20 этажа, последнее, о чем он думает, что не надо было этого делать, и когда человек вешается, всегда у него под ногтями находят какие-то элементы веревки, потому что он передумал. Что касается первого случая, да, допустим, если это большая высота, очень часто человек даже не успевает долететь до земли, сердце разрывается от того количества адреналина, который выбрасывается в кровь. Помните, в Сан-Франциско есть такой золотой мост, оно на очень большой высоте, и человек, ты не умираешь от того, что ты ударился о воду, ты умираешь еще до того, как ты долетел. В Абаку один, так сказать, промежуток времени очень популярен был метод прыжка с девичьей башни, да, сейчас вы, наверное, если посещаете этот объект, заметили, что там поставили специальные стеклянные такие панели, которые не позволяют перепрыгнуть и выбросить человеку. Также мост есть один в районе метро Мещады Азбекова бывшего, Чорохлы, да, и там тоже почему-то, я не знаю почему, этот мост был выбран именно с целью совершения суицида. Ну, там сейчас постоянно полиция контролирует ситуацию. Совершенно верно, я хотел об этом сказать, этот мост находится под контролем правоохранительных органов, и совершенно верно, да, и здесь мы, как говорится, тоже метод профилактики суицида, активный метод профилактики суицида. По-другому никак. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. А я хочу отметить, что на наши вопросы отвечал заместитель начальника медицинского управления Государственного таможенного комитета, врач-токсиколог, доцент Исмайл Эфендев. Не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok